Добрый вечер, дамы и господа, друзья, товарищи! Сегодня хочу показать посуду, которую я приобрела рядом с моей деревней в другом селе. Я вам как-то говорила, что ездила за грибами и там познакомилась с одной женщиной. Правда, здесь немного, но всё-таки надо всё равно показать. Ну, что-то у меня совсем давно много не разговаривала, вот и горло уже начинает хрипеть. Так, с чего бы начать? Ладно, начну со стекла. Смотрите, какая вазочка. В последнее время мне притягиваются стеклянные вазочки, как вы уже, наверное, заметили. Как появилась одна, купила и нашла в тот раз на свалке зелёную вазочку, так стали стеклянные вазочки притягиваться. Ну, не только стеклянные. Таких вазочек у меня было совсем мало. Смотрите, это стекло, не хрусталь, но я люблю стекло очень даже. Какой рисунок красивый. Столько много всяких узоров различных. Просто красота. Дно такое толстое. Ну и вообще сама вазочка очень такая тяжёленькая. Прямо много-много всяких узоров различных. Красотища. Вот такая вазочка. Ну, за всё это... Так, а до этого я ещё что-то показывала от неё. Да, да, тоже показывала. За всё это я отдала 300 рублей. Вот такая вазочка. И вот такой графинчик. Здесь, правда, небольшие скольчики, оказывается, есть. А, ну, я и видела чуть-чуть. Вот два скольчика совсем небольших. Но я бы всё равно взяла, так как здесь символ Олимпиады нашей 80-го года. И как же такое не взять? И мишечки с рыбками. Ну, это, наверное, как трафарет называется. После мытья вазочка заблестела. Ой, то есть графинчик. И форма интересная у графина. У меня таких графинов нет с такой формой. Стекло тоже толстое, тяжёлое. Вот такая прелесть. Ну, мне лично... Мне лично очень нравится. Отмывала, отмывала. Всё равно вот здесь внутри путём не отмылась, что ли. Ржавчина, что ли, чуть-чуть. Вот странно. Ведь мыло тщательно замачивала. И щёткой тёрла. А всё равно остаётся. Ну, потому что уже ваза довольно... Ну, не такая уж старая. Но всё равно уже... Что это? 43 года получается с момента Олимпиады. Вот такой графинчик. Такой формы. Довольно-таки высокий. Ну, и всё. И фарфоровые чашки. Немножечко. Вот какая прелесть. Чашечка. Для меня лично очень красивая. Здесь, наверное, ручная подрисовка, я так думаю, золотом. Ну, золото чуть-чуть потёртое. Ну, простительно для такой чашечки-то. Здесь красочка. Две полоски золотых внутри. Фарфор очень тонкий. Просвечивается. Вот, смотрите, друзья. Всё просвечивается. Крытьё красное очень тоже красивое. О, почти под цвет моего лака. Только здесь более оранжевое, а у меня более красное. Ну, и посмотрим клеймо. И вот, смотрите, какое клеймо тоже старенькое. У меня есть вот такие тарелки, а чашечек не было. Ну, вот на это клеймо мне везёт довольно-таки. Довольно несколько тарелок у меня таких. Иркутский совнархоз. И это клеймо ставилось 1957 года по 1962 год. Сорт первый. Иркутский ХФЗ. Это, ну, получается, как хайтинский фарфоровый завод. Ну, а здесь совнархоз. Вот такая прекрасная тоненькая чашечка. Ещё. Ой, ну, вот эта чашечка, ну, красота. Ручная роспись. Ну, просто прелесть. Как я люблю ручную роспись. Хоть её у меня, конечно, мало. Но я сразу же позарилась на ручную роспись. Даже если бы здесь был большой дефект, я бы всё равно приобрела. Смотрите, какие цветы прекрасные. Прямо мазки видны. Синие цветочки. Что за цветы, конечно, сказать, как всегда, не могу. Вам решать. Но это и тоже не имеет значения. Внутри позолота широкая линия. На ручке позолота. Ой, видно или нет? Я что-то в камеру-то не смотрю. На ручке позолота и внутри. Вот это не скол. Это, видать, что-то фабричное. Потому что абсолютно не прощупывается. И позолота, вот она, сохранённая. Если бы это был скол, и позолота не было бы. Скол бы был. Это что-то фабричное. Фарфор тоже тонкий. Так. И тоже просвечивается. Ну, не очень сильно. Но вот я, например, вижу свои пальцы. Но вы, наверное, уже не увидите. Хотя нет, чуть-чуть тенёк есть. Света, как всегда, не хватает. Хоть что делает. Тенёк всё равно есть. Ну, вот это чашечка. Вот это, конечно, тоньше. Чуть-чуть. Так, ну и это довольно-таки просвечивается. И форма красивая. Но главное, роспись. И посмотрим клеймо. И это тоже Иркутск. Хайтинский фарфоровый завод. Смотрите. Росомаха. И это клеймо ставилось с 70-го года по 1980-й год. Второй сорт. Тоже довольно старенькая чашечка. Но роспись просто прекрасная. Так. Дальше пошли. Вот такая незамысловатая чашечка. Ну, то есть как. Рисунок такой простенький довольно-таки. Анютины глазки, что ли. Немножечко уже потёртая. И вот здесь маленькие щербиночки есть по краю почему-то. Прямо как бы... Как специально здесь. Чуть-чуть. Ну, фарфор тоже тоненький. Роспись вот только понять не могу. То ли ручная, то ли это всё-таки деколь. Нет, по-моему, деколь это. Да, это деколь. Фарфор тоже тоненький. Смотрите. Просвечивается. Всё-таки старая посуда довольно вот такая была. Тоненькая. Ой, ну красота. Тоже такой лёгенький фарфор. Ну, вот что вот эта чашечка. Это размером побольше, но тоже невесомая. Ну и посмотрим на клеймо. Ну, это клеймо, конечно, не очень старенькое, но всё равно старее, чем вот это. И это тигрёнок. Как всегда я говорю, тигрёнок третий сорт почему-то. И это клеймо ставилось с 1971 года по 1981 год. Ну, разве не старенькое? Довольно-таки старенькое уже клеймо. Вот такая чашечка. Хоть такие штучки есть дефекты, а всё равно я взяла. Винтаж весь винтаж. Наша советская. И последняя чашечка. Ну, это, конечно, уже не очень винтажная. Это, по-моему, конец или начало 91-х. Вот я никак не могу найти год выпуска, то есть даже не выпуска, год создания этого объединения. Сколько раз искала, я никак не могу найти. Деколь. Вот такие сцены интересные. Кому-то они не нравятся, а мне нравятся, как всегда. Ну, это уже не сравнить, не сравнить по весу. Она не просвечивает. Хотя нет, чуть-чуть тоже, оказывается, просвечивается. Хоть и довольно-таки тон, толстый фарфор, то есть тяжёлый. Вон, пальцы мои видны. Тоже, оказывается, немножко просвечивается. Вместо позолоты здесь красочка. Красочка. Так, и посмотрим клеймо. И вот это клеймо коралл, который коралл полонный, который вы тоже все знаете, о котором я тоже уже много-много раз говорила. То ли это начало 90-х, то ли это конец 90-х. Вот это вот почему-то я узнать никак не могу. Я знаю, что это объединение, полонный доубыш и коралл. Создали коралл. Вот такой небольшой обзор. Эти все старенькие чашечки, довольно старенькие. Они все тонкие и лёгкие. Этот, который помоложе, он весомый, но, оказывается, тоже просвечивается. Ну вот, друзья, всё, что я хотела вам сегодня показать. Надеюсь, звук будет нормальный. Старалась громче говорить. А то у меня есть такая манера. Говорю громко вначале, а потом об этом забываю и перестаю говорить громко. И всё начинается, и всё тихо. А так как микрофона до сих пор нет, то звук уменьшается сразу. Ну всё, друзья. Спасибо всем за внимание. Приятного просмотра. Мирного неба, как всегда, над головой. Удачи, надежды. И всех благ.